Приветствую вас, добрые люди! Встречают по одежке, а провожают по уму. Это древняя мудрость наших предков. Для того, чтобы сейчас нам наладить свою жизнь в нашей стране и в нашем народе, мы обращаемся к заповедям предков, коих очень много в нашей культуре есть, и они никуда не делись. Пробуждение людей очень многих сейчас происходит через одежу. Когда-то мы потеряли свою культуру и свои знания по определенным причинам, и сейчас для того, чтобы все это восстановить, все идет от обратного. То есть сначала внешние образы, потом начинается осознание того, что происходит вокруг, и понимание, как отлаживать свою жизнь для того, чтобы жить хорошо и счастливо. Значит, если сейчас вокруг посмотреть, что мы видим? Движущаяся серая масса. Женщины в джинсах, в штанах, в непонятной одежде. И последняя вот эта мода сейчас пошла. Рваные штаны на женщинах. Это... Ну... Дальше только голые будут ходить. Значит, вот рваные коленки, да, это о чем говорит? То есть... За океаном это был признак того, что женщина занимается определенной профессией, много стоит на коленях. Вот. Соответственно, к ней подходили именно по этим вопросам, платили ей деньги, да, для того, чтобы она что-то сделала. Вот. Сейчас наши женщины неосознанно носят это, сами не зная для чего. Вот. Я сейчас именно обращаюсь к женщинам и скажу от лица мужчин, как мужчины видят вообще всю эту ситуацию и когда женщина надевается в такую одежду. Вот. Даже если мы возьмем мужчин, у которых есть какие-то принципы, глядя на женщину в сексуальной одежде, в джинсах или вообще там в короткой юбке, да, всегда возникают похотливые мысли. То есть, даже если мужчина семьянин, у него есть жена, дети, он все равно себе внутри чувствует похоть к этой женщине. Он, конечно, это подавляет все, но представьте, сколько таких женщин за целый день он увидит, и как ему тяжело. Если уж мы говорим о среднестатистических наших обывателях, да, которые пьют пиво, смотрят телевизор, то сами понимаете, о чем они думают, когда они смотрят на вас. Многие женщины просто по незнанию одевают такую одежду и думают, что это красиво. На самом деле ничего красивого в этом нет. И только похотливые взгляды с разной стороны, и каждый мужчина вас раздевает мысленно. Вот. Если вы хотите так жить, и вам это нравится, ну, это ваше дело. Вот. Потом следующий момент противоположный. Наоборот, когда мужчина видит женщину в красивой, длинной одежде, в платье, в юбках, в головном уборе, он на инстинктивном уровне хочет с ней познакомиться и начать серьезные отношения. Когда человек видит женщину в платье или в юбке, он хочет ее защищать. Он воспринимает ее как сестру. Он воспринимает ее как свою будущую жену. Он воспринимает ее как мать своих детей. Если он не жена, если он жена, значит, спорит ее как сестру, которую нужно защитить. Абсолютно разный подход к жизни. А дело всего лишь в какой-то одежде. На самом деле, одежда – это очень важно для человека. Поэтому старая поговорка встречает по одежде, а провожает по уму. Помните, будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok